Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это обзор игры Lettys Path of the Progress. Извините за мой акцент. Ну или Lettys, сложно понять как оно произносится. В любом случае это градостроительный симулятор, ну правда не такой как SimCity и City Skylines, а скорее как оно. Более того, обратить внимание на эту игру, меня заставили многочисленные комментарии от людей, которые просили сделать ретро-обзоры на игры Цезарь, Фараон, Зевс. В общем, Lettys Path of Progress именно вот по механике наследник тех самых игр давних, собственно как и оно. Небольшой исторический экскурс. Impressions Games когда-то выпускала целую серию игр под названием City Building Series, начиная с 1992 года, когда вышла первая игра из серии Цезарь и до 2006, когда вышла Цезарь 4. В промежутке еще был Фараон, Children of the Nile, Зевс Повелитель Олимпа. Идея в том, что механика была постоянно одна и та же. Игровая механика оставалась неизменной, только изменялась графика, ну и соответственно стиль серии. Да и механика вам, я думаю, тоже известно по игре Anno с различными цифровыми значениями. Это когда город постепенно заселяется, вы обеспечиваете жителей товарами, если они обеспечены, то переходят на новый уровень. Там изменяются здания, у них появляются новые потребности и вы их обеспечиваете. Разница с Anno в том, что Фараон, Цезарь и прочие игры заточены только на экономику. Там нету никаких столкновений, никаких квестов, никаких военных действий. Чистая экономика и создание торговых цепочек. И вот в 2015 году выходит герой моего нынешнего обзора. И она у меня уже тогда была, но я не делал обзор по той простой причине, что эта игра была очень-очень сырой. Куча вылетов, проблем. Хотя выглядит Letys очень-очень неплохо. Вот эта стилистика стимпанка, особенно для тех, кто его любит. Я не скажу, что я поклонник стимпанка, но время конца 19-го, начала 20-го мека мне всегда было симпатично. Я люблю вот мультфильмы Миядзаки, например, Ходячий замок, где как раз примерно это временно, временной отрезок представлен. И стимпанк мне по этому поводу тоже нравится. И вот я вернулся к игре два года спустя, чтобы сделать для вас обзор. С одной стороны, Letys, конечно, затягивает. Любителям стратегии в него, пожалуй, будет играть интересно. Но проблема в нем такая же, как и у всех игр в старичках Impressions Games. Да, кстати, Letys разработала и выпустила компания Triskill Interactive. Проблема в том, что никаких нововведений в игровой механике нет. Это тот же типичный городостроительный симулятор, фараон, цезарь, просто в стилистике стимпанка. Другое дело, что сейчас подобных игр просто немного. Я бы сказал, что из современных мне только Анно и вспоминается, которое сейчас идет по пути к какому-то очень странному, хотя уже анонсировали Анно 1800, и я надеюсь, что стратегия в нее вернется. В мире Letys открыли новый источник энергии, конденсированный пар, там началась промышленная революция и урбанизация, и вы в течение кампании, которая состоит из 26 одиночных миссий, собственно, разные уголки мира колонизируете, изменяете, добываете ресурсы, получаете всякие сообщения от императора. Но по-хорошему, просто в течение этих 26 миссий вы постоянно одинаково развиваете свой городок. В некотором смысле нововведением можно назвать то, как ваши жители получают различные товары, ресурсы, развлечения, в которых они нуждаются. Если, например, в других подобных играх житель куда-то идет, то есть в его радиусе действия должно быть доступное здание или магазин, то здесь, наоборот, все товары развозятся по домам. И идея микроменеджмента этой игры проверять и регулировать, как там торговцы или артисты по какому маршруту двигаются и все ли они здания обойдут. Не знаю, для чего была создана именно такая механика, потому что она, по-моему, туповата. Ну, представьте, что вы сидите дома, хотите кушать, и из магазина торговцы вам всю эту еду носят. Я понимаю, что есть возможность заказать еду на дом, но игра не про такую продвинутую систему взаимоотношения продавец-покупатель. Это видео подготовлено при поддержке глобальной космической стратегии ConsulWar.ru. Это игра, в которой вы можете управлять всем, но при этом не умереть под грузом микроменеджмента. Недавно они вышли в открытый бета-тест и теперь усиленно набирают игроков. Ссылка в описании к видео, либо в начале и в конце видео появляется баннер. Не забудьте после регистрации ввести кодовое словосочетание «Леша играет», чтобы получить бонусы. Еще раз, ConsulWar.ru. Ну ладно, товары, фиг с ним, но почему артисты из театра ходят к вам на дом? И если предположить, что они бродячая уличная труппа, тогда нафига им здание театра? А так как еще их передвижение специально сделано тупо, то есть все эти работники могут завернуть совершенно не туда, куда надо, то есть еще дополнительный инструмент ограничения их передвижения. Вы ставите такие столбики со стопом, чтобы эти ребята не пошли куда не надо. И, собственно, в этом и заключается основная сложность игры. И не скажу, что она добавляет глубины стратегии. В отличие от того же «онно», во многом упрощена экономика. Вашим гражданам, по-хорошему, необходима только работа. Новые жители приходят только если есть места в домах, и им есть где работать, иначе они сваливают. Из-за этого иногда каскадом вы можете разрушить весь свой город, потому что вы только тонко настроили количество работающих, которые, соответственно, производят те продукты, которые удовлетворяют довольство простых граждан. И внезапно какого-то ресурса начинает не хватать. То есть вы где-то там просмотрели, сразу у вас уменьшается количество жилья в городе, и, соответственно, сваливают те, которые в этих домах жили. Они прекращают производить следующий товар, и мгновенно ваш городок скатывается до начального состояния. С другой стороны, таким образом вы не проиграете эту миссию, просто опять начнете заново возводить, размышляя, что же вы сделали не так. При этом все это в таком вот красивом викторианском стиле стимпанка. В игре французский революционный календарь, кстати. В общем, не часто я в начале обзора не говорю, рекомендую я эту игру или нет. Вот данный случай такой, что я затрудняюсь. По большему счету, если вы не знакомы с подобным типом игр, то, пожалуй, не рекомендую. Лучше гляньте оно. И не последние две, а там 1504, например, или 1405, я уже не помню. Там, где про Венецию, я думаю, найдете. Если же вы любитель подобных игр и в свое время много играли в Цезарь или Фараона, то, мне кажется, на Летис стоит взглянуть. Здесь попроще игровая механика, но в этом и плюс. Партии проходят быстро, визуальный стиль интересный, вот этот викторианский стимпанк. Сегодня, кстати, игра в стиме стоит 500 рублей. То есть, скоротать несколько холодных октябрь-ноябрьских вечеров за такой стратегией вполне можно. Жаль, что разработчики все-таки, в первую очередь, сконцентрировались именно на визуальном стиле, а не на игре. Я еще раз повторю, в начале она вышла еще и очень сырой, с большим количеством багов и вылетов. Но так как других вариантов особо сегодня нету и каких-то конкурентов в этой игре не выходит, похожих по игровой механике, то почему бы и не обратить внимание на Летис? То есть, подводя итог, скажу, что у игры оригинальный стиль, но простой геймплей для подобной стратегии. Если вас это устраивает, то милости просим в Летис, путь прогресса. Ну а на этом все, не забудьте заглянуть на consoleboard.ru. Вы слышали Лешу Халецкого, играйте в умные игры. Спасибо, что засырели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засырели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова